За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 75 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В частности, на Донецком и Луганском направлении в начале суток боевики дважды применяли артиллерийские установки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Наиболее пострадал город Счастье, где в результате обстрела разрушено множество жилых домов. От двойного осколочного ранения головы погибла 28-летняя медицинская сестра Счастьенской городской больницы. В Ясиноватой, которая находится под контролем боевиков, по улице Железнодорожная вследствие обстрелов произошло возгорание дома. Также в соцсетях распространяется информация о погибшем мужчине 38 лет. Контрольно-пропускные пункты въезда-выезда Марьенко и Зайцева с 1 сентября меняют режим работы. Об этом сообщает на своей странице в Facebook Краматорский пограничный отряд. Время работы уменьшено и отныне пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться с 7.00 до 18.30. Президент Украины Петр Порошенко назвал митингующих против загрязнения экологии мариупольцев агентами Кремля. Подробнее в нашем сюжете. 31 августа в Мариуполе открывали центр предоставления административных услуг. Посетили данное событие президент Украины Петр Порошенко, новоназначенный посол США в Украине Марий Иванович, народные депутаты. Вход на встречу с президентом был по спискам. Всех проверяли металлоискателем. Торжественную речь Порошенко прерывали люди, которые скандировали дайте кислорода. Через рамки их не пропустили. В своей речи президент несколько раз обращал внимание на митингующих и даже намекнул на то, что этими людьми может руководить президент России Владимир Путин. После президенту, по всей видимости, пояснили, что люди пришли на встречу, желая привлечь внимание к проблемам нарушения металлургическими комбинатами группы «Метинвест» экологических норм. Ведь на протяжении нескольких дней жители Приморского города фиксировали на фото и видео огромные клубы разноцветного дыма и пыли. В масках, потому что воздух в последнее время очень сильно загрязнен в Мариуполе. А сюда мы пришли, чтобы обратить внимание президента как гаранта Конституции о том, что нарушаются наши права. 50-я статья Конституции, которая говорит о том, что мы имеем право на чистый довкілля. После Порошенко вышел к митингующим, чтобы выразить свою поддержку. Друзья, про чистый воздух я сказал, инспекцию направлены. Так что тут, как мы чистым воздухом, мы вместе. Тримайтесь. На пресс-конференции он сообщил, что Азовской экоинспекции даны распоряжения провести замеры экологического состояния атмосферного воздуха в городе. Также президент сообщил, что перед открытием Центра предоставления административных услуг поступали сообщения о минировании. Судя по всему, они оказались сложными. На создание Центра было выделено 12 миллионов гривен из областного бюджета. 10 миллионов предоставила компания Митинвест. 6,5 – Агентство США по международному развитию. А городской бюджет – 300 тысяч гривен. Центр откроется уже завтра. Там можно будет оформить биометрические загранпаспорта, земельные, коммунальные, разрешительные документы, визы в несколько стран Европы. Всего 150 услуг. В Центре 50 сотрудников планируют принимать 1200 граждан в день. Как будет работать Центр, следите в репортажах ОТВД. В сети появилась якобы взломанная переписка бывшего спикера так называемого Народного совета ДНР Андрея Пургина. В архиве можно найти имена и контакты бизнес-партнеров незаконной организации ДНР, а также информацию о сделках по продаже имущества и предприятий Донеччины. В частности, в переписке содержится меморандум о намерениях относительно сделки купли-продажи Харцизского трубного завода за 350-400 миллионов долларов, владельцем которого является олигарх Ренат Ахметов.